Участки, бюллетени и тайное голосование Все те избирательные роли, которые существуют в жизни, на настоящих выборах, применить их здесь на форуме и чтобы они на практике уже увидели, как проходит сам избирательный процесс, какие у него тонкости, какие стадии есть. Поэтому оно носит очень большой практический характер и найдет свое развитие, я думаю, в будущем. На пост президента были выдвинуты шесть кандидатов, каждый со своей предвыборной программой. К примеру, студент из Волгограда упор в агитации сделал на имя и отчество. Парень является тезкой, действующему президенту страны. Главное это зацепить как-то людей, что-то хорошее в них найти и чтобы люди почувствовали, что они едины, что они хотят именно голосовать за именно кандидатуру твою, но это важно, чтобы найти что-то светлое в людях. Отдала свой голос за одного из претендентов и председатель Центральной избирательной комиссии страны Элла Памфилова, которая приехала на форум с мастер-классом для будущих, начинающих и уже действующих специалистов. Свой семинар она выстроила в форме диалога. Ответы федеральному спикеру задавали разные, начиная глобальными и заканчивая сугубо личными. У нас нет задачи прикрывать или закрывать должное на высотой уровне нарушения. У нас есть задача очистить систему. Очистить систему всех возможных. Это никому не нужно. Президент очень четко, кто-то задача подходит. Максимально открытый. Самая задача выбрать. Самое главное, кто должен поверить? Люди наши должны верить в выбор. Не будут верить, не будут ходить. Будут верить, будут ходить. И это не только день голосования. Элла Памфилова также успела пообщаться с представителями региональных отделений политических партий. Ключевыми вопросами для обсуждения стали роль цифровых технологий в выборах и эффективные методы вовлечения людей в избирательный процесс. Две основные задачи, которые перед нами стоят. Это максимальное информирование с граждан выбора. И вторая важная наша функция, она не совсем вроде бы наша, но мы где-то взяли на себе эту часть. Это снять, максимально снять все возможные административные барреры для людей. Согласен с мнением главы ЦИКа и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Нам нужно всем продвигать имидж выборов. Чтобы люди понимали о том, что то, что дорого на Конституции, этим надо дрожить, этим надо пользоваться. И для нас, конечно, очень важно, чтобы молодые люди, в том числе, прежде всего молодые люди, не только хорошо знали свои права, но и пользовались этими правами. Ближе к вечеру все действие с избирательных и образовательных площадок переместилось на сцену. Здесь под звуки барабанной дроби объявили имя президента форума ЮрВолга-2017. Максимальное количество голосов, а это 63%, набрал студент Ульяновского педагогического университета Евгений Карась. Смутные эмоции, немного еще не осознал, что я получил этот, можно сказать, титул. Такие трепетные чувства были, когда ожидаешь результатов, беспокоишься, ждешь в ожидании. Очень сложно себя сдерживать, бегаешь от одного участка к другому. Но сейчас, на самом деле, я рад. Форум ЮрВолга проводится на территории нашего региона с 2011 года. Спустя пару лет ему присвоили статус международного. Я считаю, что это дальновидность и странное руководство области было. Я в свое время этот процесс, вот тут инициаторам огромное спасибо. Увидела сегодня замечательных думающих, неравнодушных ребят. Будем взаимодействовать. Вижу большую перспективу. Высокую оценку ЮрВолга получает и от самих участников. Все доведено до участников в такой форме, что интересно любым категориям, не только студентам, но и уже практикующим специалистам. Сегодня все участники пакуют чемоданы и уезжают домой с огромным багажом новых знаний и знакомств. Наверняка многие из них ждут следующего года, чтобы скорее вернуться на форум в живописном уголке Ульяновского края. Ринат Алиолова, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.